Привет! В одном из прошлых видео я говорил о том, что если парень в танце по отношению к своей партнерше проявляет какие-то фривольности, то девушка в полном праве может эти дела пресекать, вплоть до того, чтобы бить по щам. Думал ли я, что мне придется снимать продолжение того видео? Видит бог нет. Да, кизомба это такое мимимишное, добродушное, дружелюбное сообщество, но в семье не без урода. И иногда бывают ситуации, когда у кого-нибудь парня просто срывает планку, он начинает грязно приставать к девушке, хватать ее за руку или тащить в номер, или делать что-то еще отвратительное. И особенно больно и неприятно, если это не просто какой-то случайный человек, а именитый преподаватель или зарубежная звезда с ютуба. А ведь девушки привыкли к кизомба джентльменам, и к таким ситуациям жизнь их не готовила. Кто-то ударяется в слезы, кто-то получает моральную травму. Я просил своих знакомых, и оказалось, что почти половина из них хотя бы один раз в жизни сталкивались с отвратительным поведением на танцполе. И ура патриотизма добавляет тот факт, что большинство вот этих вот ребят не наши, не российские. Впрочем, девушкам от этого не легче. Поэтому я постарался сформулировать пять простых правил, которые позволят минимизировать риск неприятных впечатлений на танцполе. Первое, что нужно знать девушкам. Грубости и насилие существуют в этом мире, и кизомба не исключение. Второе. Если с тобой грубо обращаются, не терпи, не молчи, а всем своим видом показывай, что тебе это не нравится. Привлеки к себе внимание других людей. Кричи, вопи о том, что ты против этого. Пусть окружающие люди поймут, что это не какая-то там ваша игра, а реально проблемная ситуация. Третье. Как только ты оказалась в безопасности, сразу же сообщи организаторам вечеринки или фестиваля об этом инциденте. С именами, фамилией, ну или хотя бы пальцем покажи на того человека. Организатор, он не твой враг, он твой друг. У него есть определенные рычаги влияния на приглашенных артистов, и в крайнем случае просто вызовет полицию. Да и к тому же организаторы между собой общаются, они передают друг другу фамилии тех артистов, которых не стоит приглашать к себе на мероприятие, если ты не хочешь потом за него краснеть. Так что сообщая об инциденте, ты уменьшаешь количество девушек в России, которые столкнутся с подобным хамством на танцполе. Кстати, анонс не на правах рекламы. Очень скоро Надежда Кузьмина, один из самых крутых организаторов кизомо-мероприятий, проведет прямой эфир, в котором расскажет вот об этой проблеме с точки зрения организаторов. Следите за ее новостями. Ну а мы вернемся к нашим правилам. Четвертое правило. Если ты стесняешься подойти к организаторам или не знаешь, как они выглядят и как их зовут, и где их искать, обратись к своему преподавателю. Не от твоего преподавателя, обратись к любому другому преподавателю, или к таксиденсеру, или, прости господи, к специальному гостю. В общем, к любому человеку, которого ты хорошо знаешь, или о ком наслышано хорошее. Увидишь меня на танцполе, обратись ко мне. Я постараюсь что-то с этим сделать. Или как минимум свяжусь с организаторами. Ну и пятое. Самое главное. Не молчи об этой ситуации. Ну а вот чего я делать не советую, так это спустя пару недель писать слезный пост в социальных сетях. Потому что делу это точно не поможет. Организаторы будут воспринимать этот пост как просто слух, ничем не подтвержденный. А еще туда набегут тролли, которые будут говорить, что ты сама виновата, и сучка не захочет, кабель не вскочит, и всякое прочее дерьмо. Оно тебе точно не нужно. С вами были Кезомба подкасты. Я искренне надеюсь, что вся эта информация вам никогда не пригодится. И увидимся на танцполе.